Домашнее задание Я поставил не всем Потому что Ну я ведь хочу от домашнего задания Чтобы оно было не просто Чтобы там функция не просто работала А чтобы она была написана хорошо А хорошо это значит Эффективно Красиво В каком-то таком Функциональном смысле В стиле функционального программирования С использованием подходящих средств Хорошо протестировано Ну то есть Вот такие вещи Я естественно смотрю на текст Что касается первой задачи Она конечно совсем простая И подавляющее большинство решило ее примерно так Как вот здесь написано Значит надо было Найти Н-ный член арифметической прогрессии Если задан первый член шаг И номер этого члена прогрессии Который надо найти Ну и вот Действительно обычная формула Это просто задача Что вот написать формулу Проверить что работает Больше ничего тут сделать Делать не надо было Тем не менее все таки Несколько решений было На мой взгляд Немножко странных То есть Люди писали Рекурсивную функцию Выражая Н-ный член через Н-1 и так далее Ну и базой рекурсии Естественно был Случай когда Н равно 0 Оно конечно Так решать можно Задача Функция Такая Работает Ну во первых Работает Ну скажем так Не всегда Рекурсия Вещь опасная Если она глубокая Рекурсия То не во всякой Реализации Хватит Хотя бы там Не знаю Памяти стека У меня вот на компьютере Стоит очень слабенькая Такая версия Очень простая Версия интерпретатора Хакс На ней очень хорошо Видно Когда задача Написана плохо Когда задача Написана плохо Она начинает не работать Вот если такую функцию Написать рекурсивно То Мой интерпретатор Который стоит у меня На компьютере Дает переполнение стека Уже когда Порядковый номер Вот этого Члена прогрессии Будет там Не знаю Порядка десяти тысяч Ну Все Стек переполняется Разумеется При подсчете По формуле Ничего такого не происходит Оно происходит быстро И Без всякой Без всякой памяти Все вот эти вот решения Которые я показываю Все вот эти файлы Я Присоединяю К лекции То есть я вот туда записываю На сайт Компьютер-центр Компьютер-сайз-центр Так что В принципе Все эти файлы Вы можете потом Посмотреть Покритиковать Улучшить Ухудшить Чего угодно с ними сделать Та же как и домашние задания Домашние задания Вот Теперь уже Например домашние задания К следующей Вот к этой лекции Уже прикреплено К лекции Номер два Там оно есть Можно его смотреть Уже несколько дней Там прикреплено оно Вторая Вторая задача Вторая задача была Про то чтобы посчитать Сумму делителей Заданного числа Н И Ну не подавляющее Большинство Но пожалуй большинство Решало задачу Примерно вот так И в общем Это правильное решение Я за это решение Начислял Те два балла Которые я обещал В качестве максимального балла За эту задачу То есть Делается на самом деле Рекурсивный перебор Примерно так Как вот я показывал На прошлой лекции В функции Нахождение наибольшего Общего делителя То есть Здесь Вот основная функция Сам див От n Вызывает вспомогательную функцию Сам див Штрих Передавая ей Дополнительный аргумент Этот дополнительный аргумент Играет роль Такой вот переменной Действительно Если у нас нет Настоящих переменных Которые меняют Свои значения То вместо этого Мы используем Такие вот Дополнительные аргументы Которые мы передаем В рекурсивную функцию А рекурсивная функция В процессе работы Ну как-то вот Их преобразует Эти аргументы Они называются Очень часто Накапливающими параметрами Или накапливающими аргументами Мы еще поговорим Про это чуть позже На лекции Вот Ну и Понятно Что дальше делается В функции Вот этой Вспомогательной Вот Этот дополнительный аргумент Используется Как такой вот Накапливающий аргумент Он С каждым шагом рекурсии Увеличивается на единицу Вот здесь вот Этот аргумент Low плюс 1 Увеличивается на единицу Как только он достигает Половины n Значит заведомо Больше никаких делителей Там нет Ну и На этом рекурсе Заканчивает работу А если Еще работу Не пора заканчивать То мы проверяем Делится ли n На вот это значение Low Если делится Добавляем делитель В принципе Все работает Конечно Можно На самом деле Решить задачу Чуть более эффективно Чтобы функция Работала Чуть побыстрее Ну во первых Скажу что Некоторые Достаточно Много Народу Почему-то Перебирали Числа Все От 2 До n Хотя Заведомо Понятно что В диапазоне Вот от n пополам До n Делителей Точно нету Те кто Перебирал От 2 До n Тем я снижал Оценку На 1 балл В общем На самом деле Разница не очень Большая В эффективности Перебирать до n Или до n Пополам Ну Балл я снимал Скорее не за то Что Задача Ну какая-то И какую-то Уж очень низкую Эффективность имеет Там порядок Тот же самый Сколько за то Что Ну надо хоть Немножко подумать Перед тем Как писать задачу Ну вот Переписать решение Где там Можно сэкономить Ну если До n пополам Значит человек Хотя бы немножко Вот подумал В каком диапазоне Могут лежать Эти самые Делители числа n На самом деле Конечно же Можно Решить задачу Чуть более эффективно Вот Да Да А вот Здесь В самом начале В вызове функции Я эту единицу Сразу добавляю А Дело в том Что там Некоторая Неоднозначность Там Включая единицу Но исключая Само число Как ее здесь Включать или Исключать Вот непонятно Это на самом деле Уже На ваше усмотрение Было Вот Конечно Лучшее решение Когда мы Перебираем Делители От Единицы До корня Из n Опять же Там были Некоторые Шероховатости У некоторых Людей В некоторых Решениях Шероховатости Которые заключались В том Что Ну С вещественными Числями Если вы хотите Работать с вещественными Числями Надо работать Аккуратно Если вы Извлекаете Корень из n Вызываете Функцию СКОРТ Она есть В стандартной Библиотеке Хаскел Все Можно Ею пользоваться Пожалуйста Но Надо понимать Что результат Получается Приблизительный И Надо там Очень аккуратно С ним Обращаться То есть Если вы Напишите Транкейт То есть Округлите Вниз Это число То не факт Что вы Получите Действительно Точный Квадратный Корень Из точного Квадрата Я то Предпочел бы Вообще Работать Только в целых Числах Потому что На самом деле Легче Умножить Число Само на себя Возвести В квадрат Чем извлекать Из числа Квадратный Корень Поэтому Вот это Решение Которое Здесь Представлено Оно Вот Такое И Есть Ну Начало У него Точно Такое же Но Перебор Идет До Корня Квадратного Почему Это Можно Сделать Потому что Если я Нашел Делитель Числа То я Могу Сразу Добавить И сам Делитель И Н Деленный На этот Делитель Ну Вот Собственно И Вся Идея Не Бог Весть Какая Хитрая Идея Но Все Таки Это Надо Было Додуматься Да Да Потому что Значит Вопрос Про Зен И Элз И Зен Элз Вот Эту Конструкцию Да Вот Здесь Между Зен И Элз Каков Порядок Выполнения Действий Он Определяется Приоритетами Операций Самая Приоритетная Операция Это Вызов Функции То есть Передача Параметров Функцию Поэтому В первую очередь Выполняется деление Н на лоу Потом уже плюс Все то что между Зен и элз Это единое выражение Поэтому тут Лоу плюс див Невозможно Проинтерпретировать Просто По синтаксису Приоритет Передачи Аргументов Выше чем Приоритет Плюс Я ответил Ну вот Наверное По По домашнему Заданию Наверное Все Оно Действительно Было очень Простое Второе Домашнее Задание Немножко Сложнее Но Ненамного Но все таки Все таки Чуть посложнее Может быть Можно будет Побольше О чем поговорить Поэтому Давайте Перейдем Уже Собственно Сейчас К К Самой Лекции Ну вот Как раз В начале Лекции Поговорим О том Как Можно Увеличивать Эффективность Ну вообще Об эффективности Рекурсивных Функций Конечно Вы Прекрасно Понимаете Что Если нам Нужно Найти Скажем Нное число Фибоначчи Ну числа Фибоначчи Вот они так Определяются То Можно это Сделать Очень неэффективно А можно Сделать Достаточно Эффективно У нас В функциональном Программировании Нету Циклов Страшное Дело Как же так Нам бы Надо Вообще Говоря Было бы Решать задачу С помощью Цикла For И От единицы До нужного Номера И делать Определенные действия Для того Чтобы вычислить Нное число Фибоначчи У нас У нас циклов Нет У нас Есть Рекурсия Что Делать Ну Можно Конечно Написать В лоб Но вы Прекрасно Понимаете Что это Решение Никуда Не годится В лоб Это значит Что Я говорю Что Первое Неэффективное Решение Если Мы попробуем Вычислить Ну Скажем Шестое число Фибоначчи Ну То есть Источник Неэффективности Понятно Откуда Вот Если Я Пробую Вычислить Скажем Шестое число Фибоначчи То Мне Для этого Нужно Вычислить Пятое И четвертое Числа Фибоначчи Согласно Третьему Уравнению Я Переписываю Выражение Фиб 6 Как Фиб 5 Плюс Фиб 4 Н Минус Вычислил Подставляем Вместо Н Шестерку И получаем Вот такое Выражение Но Для того Чтобы Вычислить Фиб 5 Нам Снова Придется Вычислять Фиб 4 То есть Одни и те же Значения Будут вычисляться Многократно На самом Деле Когда Рекурсивное Решение Неэффективно Потому что Одни и те же Значения С Одними и теми Параметрами Вычисляются Несколько Раз То Это На самом Деле Повод Для того Чтобы Применить Метод Динамического Программирования А динамическое Программирование Это означает Что мы Сохраняем Вычисленные Один раз Значения Где-нибудь В каком Нибудь Массиве Или В каких-нибудь Переменных Ну Для чисел Фибоначчи Достаточно Простых Переменных И затем Их Используем На каждом Следующем Шаге Рекурсии Чтобы Не вычислять Заново Если мы Вот так Вот грубо Написали В прямую Рекурсию То Вот нам Все время Приходится Перевычислять Одни и те же Значения Фиба Трех Фиба Двух И так далее И так далее И так далее Разумеется Здесь Мы После Не очень Существенно Существенных Вычислений Все-таки Получим ответ Восемь Шестое число Фибоначчи Но При этом Понятно Что Вот вызовы Одни и те же Скажем Фиб От двух Повторяется На протяжении Этих вычислений Много раз Что делать Ну вот Стандартный способ Это Добавить Лишние Аргументы Эти лишние Аргументы В рекурсе Как раз И будут Играть Роль Вот этих Переменных Тех Переменных Которые мы Описывали бы Если бы Решали задачу Ну вот Обычным образом С помощью цикла Вот здесь Я Написал Функцию Фиб Которая Ну первое число Фибоначчи Выдает просто Сразу А чтобы вычислить Н число Фибоначчи Вызывает Вспомогательную Функцию Фиб Штрих Передавая ей Три дополнительных Аргумента Это вот такие Три переменные Которые получают Начальное значение 2, 1 и 1 Смысл этих переменных Следующий Переменная К Это номер Того Числа Фибоначчи Который уже Вычислен И вычислен Последним ФК Следующий аргумент Это как раз Значение Вот этого К Того Последнего Вычисленного Числа Фибоначчи И следующий Аргумент ФК 1 Это Это предыдущее Число Фибоначчи Которое Вычислено И запомнено Значит Вот здесь Когда я вызываю Фиб Штрих От Н 2 1 1 Я говорю Что На самом деле Два числа Фибоначчи Уже Известны Последнее Второе Это Единица Предыдущее Первое Это тоже Единица После Этого Уже Все Просто Дальше Уже Понятно Как Этот самый Фиб Штрих Написать Дальше Если мы уже Вычислили Н Число Фибоначчи То Вот оно ФК Если мы Еще не Вычислили Н Число Фибоначчи То Продвигаемся На один Шаг Вперед Мы Вычисляем К Плюс Первое Число Фибоначчи Оно Равно ФК Плюс ФК 1 И Предыдущим Числом Фибоначчи Становится ФК Если вы Хотите Сэкономить Количество Переменных То Это тоже Можно Сделать Это сейчас Не моя Задача Моя Задача Сейчас Показать Как С помощью Вот этих Дополнительных Дополнительных Аргументов Вот этих Накапливающих Аргументов Потому что В процессе Рекурсии Они не уменьшаются Как обычно Происходит С обычными Аргументами Рекурсивных Функций В ходе Работы Они как-то Упрощаются Уменьшаются До тех пор Пока мы Не дойдем До базового Значения То вот Эти накапливающие Аргументы Наоборот Усложняются Увеличиваются Обычно Накапливают Что-то в себе Ну вот К увеличивается ФК 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 ФК1 Это такие вот Накапливающие Аргументы Есть такая Терминология Разумеется Эта функция Работает Гораздо Быстрее И эффективнее Мы Вызываем ФИП Штрих От 6 2 1 1 Сразу же И Каждый раз На каждом шаге рекурсии У нас происходит Продвижение На один шаг Вперед Мы вычисляем Очередное число Фибоначчи Третье Четвертое Пятое Шестое Скорость работы Линейная Ну После того Как мы вычислили Шестое число Фибоначчи Мы его выдаем В качестве Результат Срабатывает Первое Из двух Уравнений Скорость получилась Линейной Давайте Рассмотрим Поподробнее Что у нас Получилось И Рассмотрим Еще одну Функцию Любимый Факториал Посмотрим На него Еще с одной Точки зрения Стандартное Рекурсивное Решение Вычисления Факториала Числа Н Ой Это я рано Факториал Числа Н Мы Н умножаем На факториал Н Минус 1 Это рекурсивное Решение Как работает Эта функция Ну будем Говорить Внутри Когда происходит Вызов Факториала Н Мы прежде всего Вызываем Факториал От Н Минус 1 А Н Запоминаем Н Запоминаем Для того Чтобы Когда мы Вычислим Факториал Н Минус 1 И вернемся Из рекурсии Сюда Мы могли бы Умножить Н На вот это Получившееся Значение Это означает Что нам нужно Где-то хранить Вот это Н До тех пор Пока не закончится Вычисление Факториала Н Минус 1 А при вычислении Этого факториала Мы где-то Сохраним Н Минус 1 Ну в стеке Очевидно Потом мы Сохраним Н Минус 2 И так далее И когда Дойдем уже До самого конца До факториала Нуля И получим Эту единицу Начнутся все Вот эти умножения На все Запомненные Значения Для того Чтобы их Их сохранять Нужна память Ну понятно Где сохраняются Эти значения В стеке При возврате Из рекурсии Все они Перемножаются Все вот эти Значения Которые хранятся В стеке Давайте Чуточку по-другому Напишем Этот факториал Опять же Введем Дополнительную Переменную Одну Или Не одну Сделаем Еще дополнительный Накапливающий Параметр Введем А для этого Я определяю Еще одну Функцию Вспомогательную Функцию Факториал Штрих С дополнительным Аргументом Смысл этого Аргумента Такой Вот этого Дополнительного Аргумента Некоторый Накопленный Множитель Я напишу Эту функцию Так Чтобы Вот Если этот Сомножитель Умножить На Н Факториал То Как раз И получится Вот этот Факториал Штрих Мы Накапливаем На самом Деле Результаты Умножения Чисел С конца Начиная С Н Н Будем Уменьшать А вот эти Произведения Не Сами числа Н Н Минус Один Н Минус Два А их Произведения Будем накапливать Дополнительной Переменной Значит Понятно Как написать Вот эту функцию Факториал Штрих Если Н уже Равно Нулю То мы Накопили Все Произведение Вот оно Ф Если Н еще Больше Нуля То Делаем Рекурсивный Вызов Мы Домножаем Н На Ф Вот это Н Записываем В произведение Уменьшаем Н На Единицу И Снова Делаем Рекурсивный Вызов Факториал Штрих Может Показаться Что я На самом деле Ничего Не достиг Этим Потому что Рекурсия У меня Осталась Значит Стэк По прежнему Такой же Величины Будет Содержащий Все Вот эти Рекурсивные Вызовы А То Что я Убрал Значения Н Н Минус Один Н Минус Два Из этого Стэка И спрятал Их Вот в этот Вот Аргумент Тоже на самом деле Ничего мне не дает Потому что Ну тогда значит В стэке я должен буду Хранить вместо Одного Аргумента Два И при возврате Из рекурсии Я просто Это значение Накопленное Уже не буду Ни на что Больше умножать А просто Верну его Вниз Убрав Все рекурсивные Вызовы Однако Умный Компилятор Может Понять Что Вот В этом Основном Уравнении Используется Так называемая Концевая Рекурсия Концевая Рекурсия Это такая Рекурсия При которой Рекурсивный Вызов Это последняя Операция То есть После того Как получен Результат Вот этого Рекурсивного Вызова Больше С этим Результатом Ничего Делать Не надо Он Есть результат Работы Функции В отличие От Неконцевой Рекурсии Где Результат Рекурсивного Вызова Нужно Еще На что-то Там Умножить Или Что-то Еще С ним Сделать На самом деле Это означает Что Совсем Не нужно Сохранять Все Значения В стеке И Компилятор Может Это Понять Есть рекурсия Концевая То Ничего Запоминать Не нужно Рекурсия На самом деле Превращается В обычный Цикл С двумя Переменными Одна Переменная Будет Меняться От Н До Нуля Вторая Переменная Будет Что-то Там Умножать Сразу Скажу Что Вот Тот Самый Мой Простенький Компилятор Который Стоит У меня На Компьютере Этого Не Делает Вот Такой Оптимизации И Работа Этой Функции Получается Ничуть Не Более Эффективной И памяти Требует Ровно Столько Сколько Предыдущий Факториал Но На самом Деле Чуть Более Умные Компиляторы Это Все-таки Уже Делают Давайте Посмотрим Что Происходит В реальной Жизни Ну Во-первых Вот Если Рассмотреть Вот Эту Страшно Неэффективную Версию Вычисления Н-ного числа Фибоначчи Это у меня Сейчас загрузилась Программа Которая Вычисляет Числа Фибоначчи С помощью Такой Вот Грубой Рекурсии Можно Посмотреть Как На этом Несильно Мощном Компьютере Это Работает Ну Вот Шестое Число Фибоначчи Наверное Вычисляется Довольно Быстро Это Действительно 8 Вот оно Сразу Тут И Появилось Десятое Число Фибоначчи Наверное Тоже Вычисляется Довольно Быстро Мы не заметим Вроде Даже Быстрее На самом деле Это потому Что Некоторые Части Уже Выполнились Уже Откомпилировались И вот Этот Компилятор Который На этом Компьютере У меня Стоит Чуть Поумнее Он Использует Ранее Вычисленные Значения И Поэтому Все происходит Быстрее Ну Вот Если Я Например Тридцатое Число Фибоначчи Захочу Вычислить То Вот Уже В общем Видно Что Работа Очень Серьезная Происходит Дождемся Мы Вычисления Тридцат Вот Дождались В общем Видно Насколько Неэффективно Это Решение Ну Понятно Что Более Эффективная Функция Для Вычисления Числа Фибоначчи Ну Давайте Сотое Число Фибоначчи Скажем Найдем Оно Мгновенно Получается Линейное По Аргументу Функция Находит Число Фибоначчи Очень быстро Дополнительные Да Вот эти Аргументы И Соответственно Хвостовую Или Концевую Рекурсию Да Это Та Версия Функции Фибоначчи Которую Я демонстрировал В качестве Альтернативы Первой Грубой Версии Чисел Фибоначчи Ну Факториал Ладно Ничего тут Демонстрировать Списки Встроенный Способ Организации Сложных Составных Значений В Хаскель В Хаскел Это Организация Списков Массивов В Хаскеле Нет Есть Только Списки Вообще Для Всех Языков Функционального Программирования Характерно Наличие Списков В том Или ином Виде И Характерно Отсутствие Всякого Рода Массивов Почему Дело в том Что Массив Нужен Тогда Когда Мы Имеем Возможность Изменять Отдельные Компоненты Не только Хранить Отдельные Компоненты Но еще И изменять Отдельные Компоненты Массива Но если Мы Изменяем Какое-то Отдельное Значение Мы тем Самым Изменяем Весь Массив В функциональных Языках Все значения Принципиально Неизменяемые Изменить Значение Это означает Построить Новое Значение Если Мы Хотим Изменить Одну Компоненту Массива То Мы тем Самым Должны Построить Новый Массив Который Отличается От Старого Всего Лишь На Одну Компоненту Вот Какая Разница Новый Массив Или Новый Список Очень Часто На самом Деле Можно В Списках Не Строить Новый Список Если Мы Что-то Там Добавляем Изменяем В этом Списке Потому Что Та Часть Списка Которая Находится После Изменяемой Части Она На самом Деле Не Меняется Вы Все Прекрасно Понимаете Как Реализуются Списки В виде Таких Связанных Структур Если Мы Например Добавляем Элемент В Начало Списка Новый Элемент В Начало Списка То Хвост Списка При этом Не Меняется Никак Поэтому Добавление Нового Элемента В Начало Списка Очень Эффективная Операция Изменение Первого Элемента В списке Приведет К тому Что На самом Деле Построится Только Лишь Один Новый Первый Элемент Хвост Который Стоит За Этим Первым Элементом Опять же Не Меняется Поэтому Списки Часто Гораздо Более Эффективны Чем Массивы Не Всегда Если Мы Добавляем Элемент В Конец Списка То Хочешь Не Хочешь Нам Придется Построить Полностью Новый Список Потому Что В Этом Новом Списке С Добавленным Последним Элементом От Старого Списка К сожалению Ничего Нету Ничего Не Сохранилось Ничего Невозможно Взять Без Изменений Поэтому Приходится Строить Новый Список Вот Мы Сразу Подошли К Такому Довольно Важному Моменту Если Вы Работаете Головой Списка Это Хорошо Эффективно И быстро Работать С хвостом Списка Это Долго Неэффективно И Затратно По памяти Двусвязанных Списков Как таковых В Хаскел Нету Разумеется С двусвязанными Списками Было бы Еще Сложнее Потому Что В этом Случа Мы В любом Случа Что Нибудь Изменив Всегда Что То Изменяем Двусвязанные Списки Приходилось Бы Всегда Перестраивать Реально У нас Все Таки Список Потому Что Мы Имеем Возможность Имеем Операции Которые Позволяют Добавлять Скажем Новый Элемент В конец Списка Просто Нужно Помнить Что Они Работают Существенно Дольше И Существенно Менее Синтаксически Как Это Выглядит В языке Есть Пустой Список Список Не Содержащий Ни Одного Элемента Это Такой Базовый Базовое Значение Записывается В виде Двух Квадратных Скобок Если Вы Записываете Элементы Через Запятую В квадратных Скобках То Тем Самым Вы Задаете Список Из Соответствующего Количества Элементов Фиксированного Количества Элементов Списки В Хаскел Однородные То есть Элементы Списка Должны иметь Один и тот же Тип Невозможно Построить Список В котором Два элемента Будут целые А еще Три Вещественные Да Если Это Список Из Списков То Тогда Элементом Списка Должен быть Список Но Опять же Невозможно Построить Списка В котором Там Первый элемент Это число А второй элемент Это список Из чисел Таких списков В Хаскел Не бывает Список Из целых Чисел И список Из вещественных Чисел Это тоже Разные Списки И Перемешивать Целые Вещественные Нельзя Тоже Разные Типы Перемешивать Интинтинджер Тоже Нельзя Есть Такая Операция Двоеточие На самом деле Я сейчас произнесу Слово Конструктор Я уже один раз Произносил его На прошлой лекции Пока Не буду его Никак Объяснять Вот Эта Операция Двоеточие Не совсем Обычная Операция Это Конструктор А не Операция Ну Если Коротко Сказать То Конструкторы Отличаются От обычных Операций Тем Что Конструкторы Не разрушают Свои Операнды Вот В данном Случае Конструктор Двоеточие Присоединяет Единицу В качестве Головы К списку 2.3 При этом Не сам Список 2.3 Не единица Никак Не преобразуется Не портится А Просто Получается Новое Значение Внутри Которого Содержатся Оба Эти Операнда Все Конструкторы Обладают Именно Таким Свойством Они Просто Собирают Значение В этом Смысле Конструкторы Это Нечто Вроде Картежирование Потом Мы Видим Что Это Довольно Достаточно Глубокая Связь Между Конструкторами И Картежированием Мы Просто Собираем Вместе Операнды Вот В данном Случа Двоеточие Но пока что Можно Рассматривать Его Просто Как Обычную Операцию Тем более Что И синтаксически Она Выглядит Как Обычная Операция Как Функция Двух Аргументов Итак Если У нас Есть Голова И Список То Операция Двоеточие Конструктор Двоеточие Образует Новый Список Присоединяя Голову К списку Голова У нас Слева Первый Элемент Это Голова Это Тот Элемент Который Вот тот Самый Список Из Чисел Один Два И три Можно Получить Путем Трехкратного Присоединения Элементов К пустому Списку Сначала Тройку Последний Элемент Потом Двойку Потом Единицу Единица Становится Головой Список Что Можно Здесь Скобочки Круглые Я оставил Просто для Наглядности Но на самом Деле Вот Эта Операция Двоеточие Этот Конструктор Двоеточие Это Одна Из Небольшого Количества Правоассоциативных Операций А не Левоассоциативных То есть Операнды Собираются В скобки Справа Налево А не Слева Направо Ну Вот Для Присоединения Элементов К списку Это Естественно Поэтому Здесь Можно Все скобки Убрать Просто Написать Один Двоеточие Два Двоеточие Три Двоеточие Пустой Список Именно В этом Направлении Будет Работать Операция Можно Создать Список Из Чисел С помощью Задания Вот Такой Арифметической Прогрессии Довольно Часто Это Бывает Нужно Номера В программах Используются Очень часто И Создать Последовательность Натуральных Или там Просто Целых Значений От И до Это Очень Полезная Операция На самом Деле Эта Синтаксическая Конструкция Вызывает Некоторую Функцию Функцию Построения Списка С параметром Единицы И Н Она там Даже Какое-то Название Имеет В Хаскел Но Синтаксически Конечно Проще всего Выразить Вызов Этой Функции Вот Таким Образом Арифметическая Прогрессия Которая Строится Таким Образом Может быть Необязательно Шагом Единица Если мы Хотим Задать Арифметическую Прогрессию Шагом Отличным От единицы То мы Должны Задать Первые Два Члена Этой Прогрессии Они Вот и Задают Шаг Да Если Напишем 21 Значит Строятся Числа До тех Пор Пока Очередное Значение Не окажется Больше Чем То Которое Задано В качестве Последнего Если мы Здесь Напишем В качестве Последнего Элемента 21 Мы Получим Ровно То же Самое Что Если Мы Написали 20 Потому Что Следующее Значение 22 Уже Все равно Будет Больше Как 1 1 2 2 2 2 2 20 Это Тоже Неправильно То есть Вот Можно Задавать Только В чистом Виде Такую Прогрессию Если Мы Хотим Еще Едничку Присоединить Где Нем Там Вначале Напишите Единицы Двои Точья И Затем Прогрессия Если Мы Хотим Присоединить К концу Списка То Для Этого Есть Специальная Функция Есть Функция Соединения Списков Я Сейчас Про Не Скажу Она Не Очень Эффективна Если Ее Первый Оперант Это Длинный Списк Ну Вот Я Уже Сказал Что Списки Однородные Каждый Список Имеет Тип И Тип Списка Записывается Тоже С помощью Квадратных Скобок То Есть Вот В Квадратных Скобках Интеджер Это Тип Списка Из Целых Чисел Ну Вот Например Арифметическая Прогрессия От Единицы До Десяти Это Как Раз Список Вот Такого Типа Типа Интеджер Вот Это Список Из Символов Список Из Символов Можно записывать Несколько Короче Чем Записывая В Квадратных Скобках Через Запятую Все Символы Списка Можно Записать В виде Строки Строка В Хаскел Это Ничто Иное Как Просто Список Из Символов Именно Список Во многих Языках Строка Это Массив Из Символов Массива Хаскел Нет Зато Есть Списки Строка В Хаскел Это Список Из Символов И Строка Имеет Тип Кер В Квадратных Скобках Разумеется Тип Элемента Может быть Сколь угодно Сложный Это Может быть Функция Это Может быть Кортеж Это Может быть Другой Список Вот Здесь Приведен Тип Списка Элементами Которого Служат Кортежи Из Символа И Коротенького Целого Естественно Значение Такого Списка Должно Быть Списком Из Значений Вот Соответствующего Типа То есть Кортежи В Качестве Примера Здесь Вот Написан Такой Список У Которого Элементами Являются Кортежи Ну Список Из Списков Может Тоже Быть Типы Элементов Должны Быть Одинаковые У Списка Количество Элементов В Списке Может быть Разным На Тип Это Никак Не Влияет Поэтому Вот Здесь Список Из списков И Элементы Этого Большого Списка Это Списки Разной Длины Хотя Одного И Того же Типа Список Из Одного Элемента Нет Никакой Запятой Не Надо Список Из Одного Элемента Просто В квадратных Скобках Элементы Все Запятые Разделяют Элементы Разумеется Списки Могут Быть Аргументами Функций Ну Вот Одна Из Самых Простых Функций Обработки Списков Которую Мы Сейчас Тут Напишем Это Суммирование Элементов Списка Из Целых Чисел Здесь Интересная Особенность Что В уравнениях В качестве Образцов Я Записываю Вот Эти Конструкторы То есть Если Аргументом Функции Является Пустой Список То Значением Функции Является Ноль Здесь Вот этот Образец Ну это Такая Константа Константа Пустой Список На самом деле В качестве Образцов Константы Мы уже Использовали Но Вот Второй Образец Еще Более Интересный Здесь Не просто Переменная И не Просто Константа А Что-то Составленное С помощью Конструктора В качестве Образца Может служить Либо Переменная Либо Константа Либо Что-то Составленное Из Образцов С помощью Конструкторов В данном Случае Здесь Вот Этот Сложный Конструктор Составлен С помощью Конструктора Двоеточия Вот этот Сложный Образец Составлен С помощью Конструктора Двоеточия Из Более Простых Образцов Х И С Если Аргумент Имеет Вид Вот Такой А Вид Такой Это Означает Что Список Имеет Голову И Имеет Хвост Хвост Это Список Он Может Быть Пустым Или Непустым А Голова Обязательно Есть Только Только Непустые Списки Составляются С помощью Конструктора Двоеточия И если Аргумент Есть Непустой Список То Тогда Мы К голове Добавляем Сумму Элементов Хвоста Нет Дело В том Что Арифметическая Прогрессия Это Не Конструктор Арифметическая Прогрессия Это Вызов Функции Специальной Которая Строит Список Проверить В один Оператор Что Список Является Арифметической Прогрессией Мы Не Можем Никак Фактически Мы Можем Проверить Только Список Пустой Или Не Пустой Нет Мы На самом Деле Можем Написать Какой Нибудь Чуть Более Сложный Образец Например Вот Таким Образом Там Какая Функция Ф А в Качестве Образца Написать Что-нибудь Вот Такое Х Y Z Вот Такое Мы Написать Можем Потому Что Фактически Запись Через Запятую Это Просто Сокращение Это Сокращение Для Записи Х Двоеточие У Двоеточие Z Двоеточие Пустой Список А это Все Составлено Из Конструкторов Поэтому Вот Такой Образец Х Запятая Y Запятая Z Может Использоваться А Вот Такой Образец Не Может Потому Что Это Вызов Функции Так же Как Мы Не Можем Написать В качестве Образца Какой Нибудь Функции G Скажем Х Плюс Y Не Можем Потому Что Ну Это Означает Что Аргумент Является Суммой Каких-то 2 X Y А Каких Извините Функции Могут Работать По Разному Составлять Вот Это Значение Образец X Плюс Y Не Работает В Некоторых Версиях Haskell Работает Специальный Образец X Плюс 1 Поэтому Иногда В программах Вы можете Увидеть Что Вот Такая Вещь Используется В качестве Образца Я X Плюс 1 Никогда Не буду 2010 Года Haskell Вот Эти Образцы Такого Типа Исключены Из Языка Явным Образом Для Этого Уравнения Где В качестве Образца Стоит X Y Z Это Уравнение Срабатывает Сопоставляется Правильно Сопоставляется Только Если Передан Действительно Список Ровно Из Трех Элементов X Сопоставляется С первым Y Со вторым Z С третьим Здесь X Y Z Пустой Список Тоже Ровно Из Трех Элементов Это Ровно То же Самое А Вот Если Мы Здесь Написали Еще Какую Переменную S X Двоеточие Y Двоеточие Z Двоеточие S То Вот Такой Образец Означает Что По крайней Мере Три Элемента Должны Быть X Y Z А Хвост Может Быть Любым То То есть Переменная Да Переменная Сопоставляется С чем Угодно Со списком Любой Длины Как Хотите А Пустой Список Сопоставляется Только С пустым Списком Если Элементами Списка Являются Списки То Да Все Таки X Y Z Здесь Это Элементы Списка S Может Быть Отождественной Пустому Списку Любому Другому Списку Конечно Вот Здесь В этом Уравнении Где У меня Написано X Двоеточие S S Может Быть Любым Списком Пустым Или Непустым Тут Важно Что Есть Хотя Бы Один Элемент Голова Списка И В конце Рекурсии Так И Будет Ну Давайте Посмотрим Допустим Мы Вызовем Вот эту Функцию Сум-лист Для Списка Из Трех Элементов 1 3 6 Интерпретатор Проверяет Оба Уравнения Первый Образец Не Подходит Потому Что Аргумент Не Пустой Список Второй Образец Подходит При этом X С С С С С Список Из Элементов 3 6 Дальше Точно Так же Вызывается Сум-лист От Списка 3 6 С 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 разцом по второму уравнению проходит, х получает значение 3. Выражение заменяется на 3 плюс сумм-лист от списка из шестерки. Еще раз то же самое, снова срабатывает второе уравнение, получается вот такая штука, вот такое выражение. Ну и наконец здесь при вызове сумм-лист от пустого списка срабатывает первое уравнение. Подставляем ноль туда, ну и все это суммируем, получаем 10. А, да, извините, вот здесь все-таки скобки существенны. Опять же потому, что синтаксически вот пробел, который здесь, это очень высоко приоритетная операция, даже более приоритетная, чем двоеточие. Поэтому если скобки опустить, то компилятор это прочитает как совершенно неправильную конструкцию. Сум-лист икс, а потом еще какое-то двоеточие, тут непонятно что. Это ошибка. Поэтому скобки здесь существенны. Там, где на доске рисовал тоже, да, на самом деле, если бы я писал полностью уравнение, надо было бы записать тут вот скобочки, иначе было бы все неправильно. Квадратные скобочки, они играют роль скобочек обычных, так что там, где квадратные скобочки есть, там круглые скобки писать необязательно. На самом деле, для суммирования списка есть специальная стандартная функция сумм, совсем необязательно писать самому. Еще раз про факториал. Вот есть такая стандартная функция product, которая точно так же, как функция sum, составляет, но только уже не сумму, а произведение всех элементов списка, числового списка. Поэтому я могу сочетать факториал, просто перемножив числа от единицы до n. Ну вот, не знаю, нравится ли вам этот вариант. Мне нравится. Да? Совершенно верно. Если мы хотим вычислить факториал от большого числа, мы сначала построим длинный список, а потом все перемножим. Ну, я не знаю, насколько большого числа вы хотите сосчитать факториал. Но факториал от тысячи в практическом смысле, я думаю, не очень вам нужен. В то время как список из тысячи элементов – это все-таки не очень большой список. Если вы будете вычислять с помощью рекурсивной функции и напишите не очень аккуратно, то при вычислении факториала от тысячи вы построите стек из тысячи фреймов, где каждый фрейм образуется для рекурсивного вызова. Памяти будет едва ли не больше, чем от тысячи элементов списка. Так что тут только если вот какое-то очень такое аккуратное программирование у вас, что вот вы и памяти не используете, и достаточно все эффективно делаете, пожалуй, мне вот эта функция нравится. Потому что составление списка даже из тысячи элементов – это, в общем, не очень дорогая операция. Произведение, скорее всего, тоже будет делаться не так, как я писал с помощью рекурсивной функции, а, наверное, встроенная функция будет тоже работать более эффективным образом. Наверное, перемножать элементы списка она сможет даже параллельно, если у нее есть какие-то свободные процессоры, которые интерпретатор может задействовать. Так что это вычисление факториала, возможно, будет работать даже быстрее, чем за линейное время, если только архитектура машины подходящая, есть достаточное количество свободных процессоров. Вообще мы постепенно будем стараться уходить от рекурсии. Вот как ни странно, функциональное программирование, про которое я с самого начала говорил, что ну вот у нас циклов нет, что делать, зато есть рекурсия. Функциональное программирование – это рекурсия. Вот чем дальше мы будем продвигаться, тем больше я буду говорить, это решение плохое, потому что оно рекурсивное, и значит оно вот использует вот неэффективные какие-то вещи. А вот это решение лучше, потому что оно не рекурсивное. Вот это решение не рекурсивное, и чем-то оно лучше, чем рекурсивное. Вот именно тем, что тут больше можно вычислить, вычислять параллельно. Ну, в частности. Какие вообще есть стандартные операции над списком, помимо присоединения головы, помимо операции двоеточия? Ну, во-первых, можно извлечь голову. Я здесь вот эти стандартные операции буду определять. Ну, видимо, это один из самых хороших способов объяснить, что делает операция. Это просто написать ее определение. Вот операция HEAD выдает голову списка. Если список не пустой, выдается его голова, если список пустой, то это ошибка. HEAD нельзя применять к пустому списку. Это встроенная операция, да. Так же, как и следующая операция TAIL, тоже встроенная операция. В библиотеке Хаскет содержится, в стандартной библиотеке. Выдает хвост, опять же, не пустого списка. Отбрасывает голову. Обе эти операции очень быстрые, работают эффективно, памяти не занимают. Функция вычисления длины списка. Теоретически, эта операция должна просмотреть весь список для того, чтобы вычислить его длину. И вот так, как она здесь реализована, это рекурсивная операция, которая бежит по списку. И добавляет единичку с каждым следующим элементом. На самом деле, это стандартная операция, и может быть, и чаще всего, она реализована более эффективно, чем перебор всех элементов списка. Вполне может быть, что длина списка где-то хранится вместе со списком. Я не знаю. Это дело интерпретатора. Во всяком случае, обычно операция Length не слишком неэффективна. Операция, которая проверяет, список пустой или нет. NAL выдает TRUE, если список пустой, и FALSE, если список не пустой. А вот еще я на самом деле не сказал про одну вещь. Вот здесь везде в этих операциях используется очень странный тип функции. В качестве типа там используются такие переменные. Это вот так и называется – переменная типа. Функции, которые определены с помощью переменных типа – это полиморфные функции. Функции, типы операндов и результатов которых могут быть разными. Одинаковые переменные соответствуют одинаковым типам. То есть, например, если я говорю про функцию HEAD, то я могу сказать, что ее аргументом является список из элементов некоторого типа А, а результатом будет значение того же самого типа А. Ну, естественно, раз она извлекает элементы из списка, то это будет элемент того самого типа, из которых составлен список. А вот если я возьму функцию Length, скажем, то у нее аргументом является список из элементов любого типа, а результатом является короткое целое. Короткое, потому что списков длины больше, чем максимальное короткое целое не бывает. Да? Почему стандартные функции не используют концевую рекурсию? На самом деле, то, что здесь написано, это совсем не то, что обязательно происходит вот при работе этих библиотечных функций. Это просто пояснение. И я писал эти определения, не обязательно даже глядя в библиотеку, не обязательно даже глядя, как они определены там вот в библиотеке. И даже если в библиотеке что-то написано, то не факт, что реализовано именно так. Встроенные функции, скажем так, для того, чтобы определить, как они работают, они всегда на хаскеле написаны. То есть, если вы посмотрите в библиотеку, то вы увидите текст, написанный на хаскеле, где написано, как реализованы те или иные функции. Ну, за исключением каких-то таких совсем уж базовых типа сложения. Сложения на хаскеле, наверное, не реализовать. Но, разумеется, интерпретатор оставляет за собой право без изменения смысла все-таки фактически реализовать эту функцию как-нибудь по-своему. И, конечно же, интерпретаторы этим пользуются. Конечно же, для вычисления длины они совсем не обязательно будут перебирать все элементы списка. Хотя в библиотеке будет написано что-нибудь в этом роде. Ну, потому что теоретически, имея только список, получить его длину иначе, чем перебрав его элементы, никак невозможно. Еще некоторые функции, которые уже не так быстро работают. Вот функция, которая выдает последний элемент списка. Так сказать, симметричная по отношению к функции head. Функция last. Для того, чтобы выдать последний элемент списка, нужно добраться до его конца. Поэтому эта функция будет действительно перебирать все элементы. Для пустого списка она выдает ошибку, как и функция head. Если список состоит только из одного элемента, то он является последним и первым, конечно же. А если в списке больше, чем один элемент, то мы просто первое отбрасываем и двигаемся дальше. Ну, вот это рекурсивное определение этой функции. На самом... да? Согласно этому определению, нет. Никаких списков не создается больше. Потому что при рекурсивном вызове я беру хвост, который уже существует. Мне его строить не надо. Вот этот ls, который здесь используется, заново не строится. Он просто берется из аргумента. Ну, я вообще говоря, наверное, не буду объяснять содержание каждой функции. Я просто буду объяснять, что она делает. Если какие-то вопросы возникнут, пожалуйста, задавайте. Функция init в каком-то смысле парная к функции tail. Она выдает список без последнего элемента. Для того, чтобы отбросить последний элемент списка, нужно построить заново почти весь список. Вот. Кроме последнего элемента. Тут уже ничего не поделаешь. И вот эта функция действительно строит заново список. То, что список действительно строится, видно потому, что здесь в правой части используется конструктор. Раз используется конструктор, значит идет построение списка. Списка. Операция. Два восклицательных знака. Это операция, которая выдает элемент списка по номеру. Разумеется, она будет работать быстро, если номер небольшой. То есть сначала списка найти элемент просто. Она будет работать достаточно долго, если вам требуется список по какому-то элементу списка с каким-то большим номером. Ну, здесь вот она просто перебирает элементы списка у меня в реализации. На самом деле, фактически она может быть реализована как-нибудь и более эффективно, если интерпретатор выставил список так, что вот все-таки может его хотя бы частично как-то индексировать. Функция соединения списков. С помощью этой функции можно соединить два любых списка, ну, разумеется, однотипных, с элементами одного и того же типа, в том числе, например, присоединить один элемент в конец списка. Чтобы присоединить один элемент в конец списка, нужно добавить к списку список, состоящий из одного элемента. Никакой специальной операции добавления элемента в конец нет, но есть операция соединения списков, с помощью которой это можно проделать. Опять, эта операция, разумеется, строит новый список. У вас вопрос? Да, я на самом деле, может быть, должен был бы сказать, если я описываю операцию, вот такую, инфиксную операцию, то, во-первых, при описании ее типа, знак операции я заключаю в скобке. Сама операция – это операция два восклицательных знака. Как функция, знак этой операции нужно заключить в скобке, чтобы получить функцию. А когда я описываю уравнения, я могу их описывать как угодно, либо используя инфиксную запись, либо префиксную запись. Обычно мы использовали префиксную запись, потому что нам так было удобнее. Мы писали в каждом уравнении init и дальше аргументы, образцы. Но в случае бинарной операции я могу использовать инфиксную запись. Когда знак операции находится между операндами, а операнды представлены образцами, как обычно. То есть это два операнда. И это образцы. А, да, еще вещь, которую я тоже не объяснил. Хорошо, что вы спросили. Вот это тоже переменная. Дело в том, что знак подчеркивания может использоваться в качестве буквы в переменной. Но переменная, состоящая только из одного подчеркивания, это очень специальная переменная. Это такой образец, который называется безымянная переменная. Он используется в том случае, если эта переменная не используется в правой части. Она нужна только формально. Что-то. Фактически сопоставление с этой переменной производить не нужно. Не нужно ей присваивать никакого значения. Потому что в правой части не используется. Это вот такое. Спасибо.